Всем здравствуйте! Я приветствую всех зрителей моего видеоканала с вопросом Нормально ли это, если у молодого человека в 25 лет эрекция возникает только при непосредственном касании рукой Моей или его А во время обычного поцелуя и прочих ласк, если нет непосредственного физического контакта с пенисом Эрекция не возникает Он говорит, что она может возникнуть даже без особого желания Из головы просто, если касаться Но если есть желание, но не касаться Чаще всего не возникает По его словам, раньше связь между головой и эрекцией была более чем прямая С чем это может быть связано? Партнер постоянный, встречаемся около года До него у меня довольно долго не было девушки Юноша про юношу пишет, а в конце проговорился Неважно Давайте разберем здесь такой момент Связь мне понравилась, что меня зацепило? Связь между головой и эрекцией более чем прямая Слушайте, ну не в бровь, а в глаз Ребята, вы провидцы, вы прям читаете мои мысли Вы прям провидите все умные мысли всех психологов мира Связь между головой и эрекцией более чем прямая Вопрос становится другого характера Вопрос становится таким А почему когда-то мне стоило только подумать о девушке Вот идешь, идешь, смотришь Вон идет девушка с голыми коленками В летящем таком платье Солнце клешь, цветочек И кажется, что вот-вот и она будет твоя и уже эрекция А сейчас этого недостаточно Сейчас нужно потрогать руками, губами Просто коснуться, какие-то ласки совершить с определенной целью Тогда эрекция возникает А почему я вообще взялась за эту тему? Потому что я такое очень часто слышу в письмах подписчиков На приеме среди мужчин приходят мужчины Иногда вообще сорокалетние И говорят, когда мне было 20 лет, я вообще ехал в машине И хотел всех Ехал в метро и боялся распрямиться Потому что я только посмотрю на девушку, у меня уже эрекция Неудобно будет, если я это кому-то продемонстрирую А сейчас не хочу Я говорю, ну а когда вы это перестали хотеть? Он говорит, ну в года 22 А я говорю, сейчас вы что хотите? Сделайте мне так же, как было в 20 лет Я говорю, ну милый мой А время-то прошло, с возрастом мы все уменьшаемся У нас возможности снижаются Нельзя сделать свой гормональный фон таким, каким был в 20 лет Он говорит, нет, сделайте мне Вот это вот, во-первых, неадекватное восприятие себя Очень большая проблема Нужно понимать такую вещь И сейчас я вам расскажу ответ на этот вопрос Что вам нужно понимать? Нужно понимать физиологию, кривую сексуальности мужчины У всех мужчин в основном есть всплеск У кого-то этот всплеск длится с 16 по 17 лет У кого-то этот всплеск длится с 16 по 25 лет Или с 21 до 25 лет Когда до такой сильной степени гормональное состояние зашкаливает Когда вот этот гормональный всплеск до такой степени определяет поведение человека Влияет на его жизнь, на его видение мира Что ему стоит только посмотреть на девушку, на коленку На вырез у нее на платье Или представить, что могло бы быть с этой девушкой дальше Как у него возникает эрекция Когда этот сперматоксикоз, когда этот тестостероновый токсикоз кончается Когда человек выходит на определенную плату Вот за этим всплеском всегда идет вот такая плата у мужчин Вот когда человек выходит на эту плату У него половое влечение обретает такой целенаправленный характер Половое влечение – это проявление функции высшей нервной деятельности человека Такое же точно, как сон, как внимание, как память, как какие-то эмоциональные проявления И высшая нервная деятельность – это просто физиология, ребята, ничего больше Обладает свойством экономичного функционирования То есть, допустим, вы сидите и решаете какую-то сложную задачу На экзамене находитесь Или договор какой-то подписываете на совещании, на переговорах Ваше внимание сконцентрировано до предела Наступил обеденный перерыв или кофебрейк Вы пошли пить кофе, расслабились У вас уже не так сконцентрировано внимание на предмете Ваше внимание блуждает С чашки кофе на яблочко С яблочкой там, значит, за окном снег пошел или не пошел и так далее Вы не можете все время пребывать в этом сконцентрированном Внимание на каком-то предмете в состоянии пожизненно Ваша психика вскоре истощится И вы не сможете нормально функционировать Свойства психики – переключаться То же самое происходит с половым влечением Когда половое созревание завершается Вот этот гормональный всплеск формирует вот такую половую доминанту Когда хочется все и вся любой движущийся предмет Хоть комар, который летит, хоть метро, которое едет Вы не дифференцируете свое половое влечение Как какую-то свою функцию Вам кажется, что вся ваша жизнь – это секс Что все ваше поведение – это сексуальное поведение Но функция человеческой психики – выйти на определенный экономичный уровень Что это значит? Это значит, что сексуальная функция будет работать только в подходящей обстановке Подходящая обстановка формируется определенным объектом Вот у вас есть объект полового влечения Девушка ваша или ваш какой-то постоянный партнер ваш И с ним у вас в определенной обстановке в определенное время возникает секс Соответственно, вне этого контекста Мы здесь с этим партнером обедаете Вы телевизор смотрите, за ручку идете Приближаясь к автобусной остановке или станции метро У вас нет эрекции, несмотря на то, что вы можете подумать Сколь угодно долго и сколь угодно сильно Как классно было ночью, как приставлю, так тащусь Тащиться можете сколько угодно, а эрекция не возникает Почему? Потому что экономичное свойство психики Психику обмануть невозможно, вы себя не обманете У вас сейчас нет предрасполагающей обстановки для занятия сексом Чего организм может напрягаться и продуцировать вам эту ненормальную эрекцию Если вам сейчас на работу, девушка пойдет на свою работу и так далее А под вопрос моего вопроса Почему же, когда мы с девушкой легли в постели, стоит мне только так вот чик Я думаю, думаю, как сейчас у меня будет с девушкой, хорошо, 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 хорошо Вот, и голова дает вроде как организму сигнал, давай эрекцию Сейчас будет секс, я прям хочу, прям как сейчас будет, вот так, потом так, потом так А эрекция не возникает, возникает только от ласка Но это на самом деле нормально И, в общем-то, я вам уже там в каком-то ролике приводила вот эту шкалу МИЭФ По которой мы определяем, есть расстройство эректильной функции или нет И в пункте эректильной дисфункции возникает ли у вас эрекция при адекватных ласках Там руки, губы или там еще что-то, может предметы какие-то Если вы отвечаете да, то это ответ на 5 баллов Это означает, что это норма Не норма, если эрекция не возникает вообще Если эрекция возникает, ну, хоть от чего-то Понятно, что вы не должны польку-бабочку сплясать в течение суток, прежде чем эту эрекцию вызвать Как правило, это несколько мгновений, максимум минут Это называется словом прелюдия А вы хотите уж совсем, а вы уже обнаглели Хотите прелюдию исключить Хотите хоп, и секс начался Нет, ребят, так не бывает Есть определенные законы, по которым все развивается Сначала прелюдия, потом половой акт, потом отходня Вот и не будем эти законы природы нарушать Не будем, так сказать, в экономичную работу психики В ее законы самосохранения вмешиваться И не будем придумывать проблем там, где их нет А сейчас, пока!